Книга открытым оком. Мы продолжаем наше чтение, пособие для бесед с людьми различных убеждений. Урок номер 2. Выдержки из брошюры «Доказательства существования Бога» из примеров «Порядка во Вселенной». Новозыпков, 1993 год, 80 страница. 80 страниц, страница 5 с 5 по 29 и с 39 по 66. Мы читаем. Бог – всесовершенный Дух, источник жизни видимого и невидимого мира. Первый и главный источник Богопознания – Божественные Откровения. Имеется два главных источника познания Бога – Божественные Откровения и Творения, то есть видимый мир. Первый источник познания Бога раскрывает духовную сущность, свойства и совершенства Божии, его святую волю по отношению к человеку, план божественного домостроительства нашего спасения. Божественные Откровения содержатся в Священном Писании и в устном церковном предании. В Священном Писании нигде не доказывается существование Бога, поскольку эта богодухновенная книга предназначена для верующих людей. Истинная вера черпает уверенность в бытие Божием не в логических доказательствах, а в переживаниях сердца, в религиозно-нравственном опыте богообщения, основанном на молитве и праведной жизни. Истинное бытие Божие так же достоверно для верующего человека, как и его собственная жизнь. Своей душой богоподобный человек ощущает близость Бога, стремление к Нему. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Божий», восклицает псалмопевец Давид в Псалме 41-м, втором стихе. Бог вложил в душу человека внутреннюю религиозную потребность стремиться к своему Создателю. Того же, кто говорит в сердце своем «нет Бога», Святая Библия называет безумным. Псалом 13, второй стих. Главное условие богопознания заключается не в напряжении мысли и рассудка, не в философских способностях человека, а в евангельской нравственности, чистоте сердца, возвышенной духовности, святости жизни. «Вечная истина Христос, Бог сказал, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят» Матфея 5,8. «Человек, погрязший в грехе, не может пребывать в общении с бесконечно святым Богом и поснавать Его. Тот, кто желает познать Творца, прежде всего должен веровать, что Бог есть. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» Евреям 11, глава 6, стих. Первый шаг на пути познания Бога – признание верой Его существования. Такова воля Божия. Тому, кто ее исполнит, Господь открывает дальнейшие глубины богопознания, при условии, что жизнь человека будет богоугодной. В вопросах богопознания вера предшествует разуму, ибо верою познаем, Евреям 11, 3, то, что недоступно разуму. Между верой и разумом нет противоречий. Разум выполняет здесь второстепенную роль, облекая истинной веры в доступную для нашего понимания форму. По словам святителя Григория Богослова, не каждому дано любомудрствовать о Боге, потому что на это способны только те, которые проводят жизнь свою в созерцании Бога, которые чисты в жизни своей или стремятся очистить душу и тело свое. Второй источник познания Бога – его творение. Свидетельствует о величии и премудрости Божией. Человек изумляется красоте, сложности, многообразию окружающего мира. Как величественные океаны, горы, леса, поля. Немысленно описать красоту небесной синевы. Неповторимая прелесть есть в рождении каждого нового дня и в его закате. В разные времена года природа по-своему прекрасна. Весной она пробуждается и расцветает, поет на все голоса. Летом одета в роскошный зеленый наряд, расшитый цветами. Осенью мир раскрашен в желтые, оранжевые, красные, золотисто-багряные цвета. Казалось бы, зимой природа должна быть менее привлекательной. Но это не так. Хочется смотреть на падающие снежинки, но глубокие чистые сугробы, на заснеженные деревья, будто бы наряженные в белые кружева. Нельзя без светлого душевного трепета взирать на величайшее чудо жизни, открывающееся в растительном и животном мирах. У каждого растения, у каждого животного свои удивительные секреты, свои особенности строения и жизни. Например, в крохотном семечке тополя сконцентрирован запас невидимой энергии, достаточный для вырастания гигантского дерева. В любом семени заложена сложная программа, в которой неизвестным для нас кодом зашифрованный ствол или стебель крона, форма и размер листьев, аромат цветов, вкус плодов, механизм самовоспроизводства и все другие свойства будущего растения. Каждый зеленый лист – это сложнейшая фабрика, производящая огранические органические вещества из неорганических углекислого газа и воды и вырабатывающая кислород. По своей технологии зеленые фабрики во много раз совершение любого химического завода. Каждое растение – это живой насос, который, преодолевая силу земного притяжения, поднимает воду снизу вверх по стеблю травянистого растения или по стволу дерева к почкам, листьям, цветкам, плодам. Или еще – несколько разных цветов растут рядом, питаются от одной земли, но имеют каждый свой неповторимые краски и ароматы. Свои. Много более удивительного содержит в себе животный мир. Взирая на его представителей, хотя бы только с внешней стороны приходишь к восторгу от изящных форм их тела, богатейших переливов их красок. Так крыло бабочки настолько великолепно раскрашено, что с подобной задачей не справится ни один художник. У многих птиц перья переливаются, несказанно, прекрасными цветами. Отдельные виды птиц – искусные певцы. Птичьи мелодии можно слушать круглый год, днем и ночью. Никогда не надоедает звонкая песня соловья, курлыканье журавлей, неугомонный крик чаек, кукование кукушки. Многие животные умеют отыскивать необходимые для них целебные растения. Есть животные, заранее точно предугадывающие погоду. К примеру, муравьи перед дождем закрывают входы в свое жилье. Если зима ожидается не суровой, эти насекомые остаются вблизи поверхности почвы. Перед холодной же зимой они располагаются глубже в земле. Заблаговременно до наступления шторма дельфины узнают о предстоящей стихии и заплывают за скалы. Нельзя не удивляться поразительной прочности и изяществу сети, которые ткет паук. Пчелы изумительно сооружают свои соты, решая на практике сложную инженерную задачу. Ячейки имеют такой объем, что в них помещается максимальное количество меда при минимальной затрате строительного материала. Интересно протекает жизнь у муравьев. У них имеется разделение труда, четкий распорядок жизни. В своих жилищах эти насекомые поддерживают строжайшую санитарию. Муравьев-мертвецов выносят на специальные муравьиные кладбища. За каждым муравейником закреплена своя территория для охоты. Летучая мышь наделена системой эхолокации. Человек же изобрел эхолокаторы только в 20 веке. Посылая ультразвуковые колебания и принимая их отраженными от предметов, летучая мышь в полной темноте, минуя различные препятствия, безошибочно находят добычу. Умелыми строителями являются небольшие животные – бобры, которые ведут полуводный образ жизни. На высоком берегу реки бобры роют норы, вход в которые проходят под водой. Если же берег низкий, да к тому же и местность заболочена, они строят хатки в два-три этажа и занимают верхние этажи во время весеннего половодия. Если летом река мелеет, бобры сооружают на ней плотину для поднятия уровня воды, чтобы вход в норы не оказался на суше. Бобры являются искусными лесорубами. Чтобы сваливаемое дерево не упало в воду, они подгрызают его сначала с противоположной от водоема стороны, а затем со стороны воды, делая второй прогрыз ниже первого. Бобры имеют самозатачивающиеся зубы-резцы. Весьма своеобразный животный – верблюд. Он живет в знойных пустынях. Его тело покрыто густой и плотной шерстью, которая препятствует испарению влаги и предохраняет организм от перегрева. Верблюд очень экономит воду. Даже в невыносимый зной он не открывает рот, чтобы со слизистой оболочки ротовой полости не испарялась вода. У него замедленная частота дыхания, и даже в жару она составляет 16 вдохов в минуту, что во много раз меньше, чем у других животных. Этим самым достигается уменьшение потери воды за счет испарения при дыхании. Почти полмесяца верблюд может не пить. Из запасов жира, отложенных в его горбах, получается много воды. Немало дивного и у убитателей подводного мира. Так, плавательный пузырь рыб – это аппарат, с помощью которого они регулируют глубину своего погружения в воду. Изменяя объем пузыря усилиями грудных и брюшных мышц, рыба тем самым меняет свою сердечную среднюю плотность, от которой зависит глубина погружения. Люди восторженно любуются великолепием окружающего их мира. Но сколько же удивительного, интересного, великого, таинственного заключается в самом человеке? Разве не величайшее чудо, что человек зарождается из одной клетки, объем которой немногим больше 15 кубических микрон? Если бы можно было бы сложить вместе зародышевые клетки, из которых образовались все ныне живущие на Земле люди, они заняли бы объем в 12 раз меньше 1 кубического сантиметра. Уже в зародышевой клетке человека запрограммированы его рост, телосложение, голова, руки, ноги, глаза, уши, сердце, легкие, печень, желудок, кишечник, цвет волос и глаз, форма носа и черты леса и т.д. Лица. Очень и очень сложно устройство и функционирование таких систем у человека, как и нервное, кровеносное, пищеварительное, дыхательное, размножение и другие. Тот же можно сказать и о железах внутренней секреции, органах выделения и т.д. Даже несколько цифровых примеров, приводимых ниже, могут отчетливо засвидетельствовать, что тело человека – изумительнейшая конструкция. Головной мозг человека состоит из 10-14 миллиардов нейронов, так называются отдельные клетки нервной системы. Спином же мозги их насчитывается 13 миллионов. Тело взрослого человека пронизывает 160 миллиардов капилляров общей протяженностью около 100 тысяч километров. Длина одного капилляра менее 0,5 миллиметров. А диаметр в 50 раз меньше диаметра человеческого волоса. В каждом кубическом миллиметре крови человека находится примерно 5 миллионов эритроцитов – краснокровяных телец, переносящих кислород от легких к тканям и углекислоту в обратном направлении. В одном же эритроците содержится около 280 миллионов молекул гемоглобина – сложнейшего органического соединения из четырех цепей в форме спиралей, каждый из которых состоит примерно из 10 тысяч атомов водорода, углерода, азота, кислорода, серы из четырех атомов железа. Кровь имеет красный цвет за счет атомов железа. В каждом кубическом миллиметре человеческой крови находится от 5 до 10 тысяч лейкоцитов – белых кровяных телец, от 200 до 300 тысяч кровяных пластинок. Известно также, что слуховой нерв состоит из 40 тысяч волокон. Сетчатка глаза состоит из 7 миллионов колбочек и 100 миллионов палочек. Люди год от года все больше и глубже познают себя с помощью науки биологии. И едва ли когда-нибудь исчерпается у нашей познания в этой области. Тело человека – потрясающе сложная система. Но это лишь оболочка человека, как бы его скорлупа, или то же, что надводная часть айсберга. Высшая же ценность человека уходит очень далеко в область его внутреннего мира. Совесть, разум, речь, память, воля, воображение, эмоции – все это возвышает человека до личности. Как личность человек стоит неизмеримо выше своей телесной организации. Говоря о великолепии живых организмов на Земле, необходимо ответить, что все они состоят из мельчайших клеток. Каждая клетка – чрезвычайно сложная система. Снаружи она окружена мембраной. Внутри клетки находится цитоплазма, в которой располагаются клеточное ядро и ядрышки. В ядре имеются хромосомы. Хромосомы – это скрученные в тугие узлы длинные нити дезоксеноиклеиновой кислоты, сокращенно ДНК. В клетках протекают сложнейшие физиологические процессы. Путем непрерывного деления каждой клетке пополам получаются новые и новые клетки. Очень и очень много загадок таят в себе клетки живых организмов. Живые организмы и все тела неживой природы состоят из частиц, которые в тысячи раз меньше, чем живые клетки. Эти частицы называются молекулами. Молекулы состоят из атомов. Атомы, в свою очередь, имеют удивительно сложное строение. И этому разнообразию и не видно конца. А сколько же прекрасно таинственного, интересного содержится в просторах космоса в мире планет, звезд, галактик. Верующий человек повсюду в мироздании видит проявление божественного разума. Более того, он верует, что все создано всемогущим Богом, который непрестанно промышляет о своем творении. Способы богопознания Есть люди, которые, хотя имеют большие теоретические знания о Боге, однако же не ощущают Бога своей душой, своим сердцем, не имеют живого теплого общения с Ним, даже могут являться по образу жизни язычниками. Есть же и такие, кто помимо богословия знает Бога непосредственным путем, питая при этом душу теплыми молитвами и исполняя заповеди Господни. Эта категория людей не говорит, конечно, о том, что не надо углубляться в богословские вопросы. Ибо сам Господь сказал, исследуйте Писание. Иоанн 5.39 Бога человек может познать не только из Священного Писания, но и рассматривая окружающее мироздание и изучая самого человека, самого себя. Действительно, удивительный и прекрасный мир, в котором мы живем, говорит о неограниченной силе и мудрости Его Творца, о бесконечном величии Создателя. Проникая же в свой нравственный мир до глубины совести, до различия добра и зла, человек начинает понимать, что бездушная природа не способна была наделить его тем, чего она сама не имеет, а именно разумом, совестью, нравственным законом. Поэтому человек приходит к мысли о существовании нравственного верховного существа, перед которым люди полностью ответственны и таким образом человек узнает, что Бог является источником добра, любви, справедливости, что он нравственный законодатель и судья. Искание познания Искание познания Бога ведется двумя путями. Один из них, внешний, это путь разума, религиозно-философских исканий. Другой путь внутренний, путь веры, сердечного молитвенного искания Бога. Первый путь не для всех доступен, он труден, долг, к тому же может и вовсе не затрагивать нравственное состояние человека. А это, в свою очередь, нередко ведет к самомнению, гордости, и что может выражаться в искажении истины Христовой, замене ее человеческими мудрованиями в появлении различных ересей. Религия не смотрит на человеческий разум, как на первичный и достоверный источник познания Бога. Наш интеллект – это не орган Бога познания. Второй путь доступен каждому. Не обязательно надо быть философом или богословом, чтобы найти Бог. Господь всегда отвлекается на искренний зов к Нему ищущего сердца. Бесчисленный сон людей во все времена имел и имеет опытное религиозное ведение, то есть ведение о Боге, которое, по словам преподобного Исаака Сирина, есть ощущение бессмертной жизни или что тоже ощущение пребывания в Боге. Человек, который имеет в себе религиозный опыт, может сказать «Приведите мне сколько угодно аргументов, что Бога нет, и я ни в одном из них, ни в один из них не поверю, ибо Бог живет в моем сердце, и я вижу его очами своей души». Когда говорится, что Бог, человек познает своим сердцем, то здесь под сердцем поднимается не тот анатомический орган, что приводит кровь в движение, а средоточие духовной жизни, именно местонахождение духа в человеке. Сердце, как внутренний телесный орган, имеет непонятным нам образом контакт с душою, и поэтому все душевные переживания человек чувствует сердцем. Это относится, например, к добру, радости, любви, злу и так далее. Сердце мы понимаем по лицу другого человека его внутренний мир, его душу. Но то, что человек чувствует сердцем, не обходит и разум. Однако разум играет здесь второстепенную роль. Он только лишь обрабатывает ту информацию, что воспринимает сердце, воспринимает сердцем из глубины духа. С глубокой древности и до наших дней нещетное число людей свидетельствует о реальном, невыразимом человеческими словами личном опыте переживания Бога, встрече и общении с Ним в своем сердце. Люди разных исторических эпох, различных культур, разных национальностей и рас, знатные и простые, ученые и малообразованные, одинаково свидетельствуют о своем религиозном опыте ведения Бога. Их свидетельство ни фантазия, ни вымысел, ни галлюцинации, ни плод, ни вежество. Не может быть сомнения в здравомыслии, честности, искренности и высокой образованности таких глубоко верующих в Бога, гениев человечества, как крестьянские подвижники, например, святой апостол Павел, блаженный Августин, преподобный Иоанн Дамаскин, святой Василий Великий, Григорий Богослов, святой Иоанн Златоус и многие другие угодники Божии, также ученые, мировым именем, как Ньютон, Паскаль, Ампер, Кеплер, Декарт, Лебниц, Мендель, Карл Ницей, Пастер, Пирогов и так далее. Писатели и поэты, как, например, Достоевский, Голл, Гоголь, Никитин, Хомяков и так далее. Отрицать существование Бога из-за того, что есть немало людей, которые не ощущают Его своим духом, разносильно тому, что на основании мнения слепого человека отрицать то, что Троица, преподобна Андреева Рублева, это шедевр иконописи. Чтобы яснее представлять ту роль, которую для опознания Бога имеет религиозный опыт, рассмотрим еще такой пример. Многим людям приходилось наблюдать шаровую молнию. Но если бы нашелся некто, ставший отрицать, что шаровая молния существует в природе, и для обоснования своего взгляда этот человек назвал бы имена сотен и тысяч людей, которые никогда не видели данного интересного природного явления, то был бы ли он прав? Разумеется, нет. Так вот, точно так же неправы и те, кто отрицает существование Бога, не увидев, не проверив на личном опыте того, как священное писание, святая церковь, молитва и все другое, что относится к Богу, религии, воздействует на душу верующего человека, преображает ее, выводя в мир неземного благоухания, наполняя радостью, добром духовным теплом, светом и чистотой просветляет и озаряет ум к познанию тех совершенных истин о Боге, которых словами не передать, но которые легко прочувствовать сердцем и созерцать мыслью, устремленной к единению с Богом. Уместно привести здесь высказывание святителя Григория Низкого. Немало преуспевшего в Бога созерцании, он говорит, напрасно рассказывать о свете тому, кто не видел света от рождения, потому что сияние лучей нельзя ощутить посредством слуха. Так и по отношению к истинному и умному свету божества каждый должен сам увидеть эту красоту. Кто созерцал ее по некому божественному дару и вдохновению, тот хранит неизъяснимое изумление в тайне сознания. А кто видел ее, тот не чувствует и лишения, которое терпит. Многие люди, хотя сами лично не рассматривали под микроскопом живую клетку, не наблюдали в телескоп галактику, тем не менее уверены в их существовании, доверяя при этом авторитету тех, кто видел и изучал эти объекты. Небольшой круг специалистов, имеющих необходимые для этого технические средства открываются, например, новые элементарные частицы, вирусы и т.д. Широким же массам недоступны подобные эксперименты и они узнают о них, веря в истинность результатов, полученных учеными. Подобно тому, как мы знаем о чем-то новом в сфере материальном из описания или рассказов тех, кто это познал опытным путем, так и в области духовной, необходимо доверять опыту тех, кто всем своим существом имел живую и непосредственную связь с Богом. Читая Священное Писание, творение Святых Отцов, другую церковную литературу, размышляя о прочитанном, нельзя не приходить в величайшее благоговение перед высочайшей кристально чистой нравственности христианских подвижников. Обращая на себя, обращает на всеми внимания возвышенность и стройность их мыслей, отсутствие всякой неправды, фальши и лукавства в их жизни. За слово веры и правды они переносили изгнание и ссылки, претерпевали насмешки, надругательства, страшные пытки, издевательства и мученские кончины. Святые подвижники творя чудеса, прозревали будущее, творя чудеса, прозревали будущее, несли миру свет Христов, были основой духовно-нравственного возрождения общества. Святые угодники Божии показали примерами своих жизней, что искренне из глубины сердца исходящая молитва, покаянный подвиг каждодневного возрастания в христианских добродетелей, христианских добродетелях, святости и праведности, борьба со злом, в себе, есть необходимые условия для познания Бога. Если человек ведет благочестивую жизнь, то его ум, воля, чувства устремлены к Богу. Он живет в Боге и Богом, ощущает при этом невыразимую сладость и душевное благотворение. Познание Бога настолько великое благо для человеческой души, что в сравнении с ним все житейские земные блага не имеют никакой ценности. Без Бога познать Бога нельзя. По словам преподобного Никиты Стифата «Никто не может войти в богословие и сказать ничего достойного о Боге, как только Духом Святым». А преподобный Симеон Новый Богослов дает такое назидание желающим приспевать в познании Бога. «Удивляюсь я тем многочисленным людям, которые прежде рождения от Бога и прежде усыновления им не боятся богословствовать и беседовать о Боге. Удивляюсь я, когда слышу, как многие, не понимая божественных истин, философствуют о них, будучи исполнены грехами, богословствуют о Боге и обо всем касающимся Его, без благодати Святого Духа, открывающего смысл и дающего разум. Трепещет и ужашается и некоторым образом выходит из себя мой Дух, помышляя, что мы не знающие ни самих себя, ни того, что перед нашими глазами, с дерзостью и бесстрашивым решаемся мудрствовать о Боге, непостижимом для нас, особенно, если мы пусты от благодати Святого Духа, просвещающего и научающего всему. Человеку, который усердно ищет Бога и стремится к Нему, Господь дарует способность созерцать и познавать себя. Созерцание Бога бывает различным. Бог познается не только в блаженном и непостижимом существе своем, что представлено святым его в будущем веке, но познается также из величия красоты его творений, из ежедневного его промысла и проведения, из правосудия его, из чудес, которые он являет в каждом роде над святыми своими. Ибо когда мы помыслим о беспредельном его могуществе, о неосыпном его оке неусыпном, который видит тайны сердечные и от которого ничто не может скрыться, то, объятые сердечным трепетом, удивляемся и поклоняемся ему. Когда помыслим, что он знает число дождевых капель, песка морского и звезд небесных, то поражаемся величию естества, величию естества и премудрости его. Когда помыслим о неизреченной и неизъяснимой его премудрости и человеколюбии, о непостижимом долготерпении, переносящем бесчисленные падения грешников, то прославляем его. Когда помыслим о великой любви его к нам, по которой он, будучи Богом, не погнушался для нас ничего доброго не сделавших стать человеком, чтобы избавить нас от обольщения, в нас пробуждается любовь к нему, когда помыслим, что он сам, побеждая в нас врага, нашего дьявола, дарует нам жизнь вечную, заодно произволение и расположение к добру, то поклоняемся ему. Есть и другие бесчисленные, подобные этим созерцания, через которые Бог становится видимым и постижимым, и которые раскрываются в нас в зависимости от достоинства жизни и по чистоте сердца. Но никто из тех, в ком еще живут плотские страсти, не будет иметь таких созерцаний, пишет преподобный Иван Кассиан Римлян. А по свидетельству преподобного Симеона Нового Богослова, блажены те, которые от всей души стремятся войти во свет, презрев все прочее, если они и не имеют успеха войти в этот свет настоящей жизни, то идут из нее с благой надеждой и потом обретут его каждый по мере своей. Аминь. На сегодня занятие закончилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok